Добрый день, друзья! Вы на канале Флорист Мариуполь. И в этом видео я хочу поговорить с вами, каким же удобрением подкармливать лучше всего. Какое использую я удобрение для подкормок обычно и какие результаты мы будем иметь. В первую очередь давайте разберемся, какие бывают удобрения. Удобрения делятся на органические, минеральные, минеральные простые, но и также минеральные сложные. Органические удобрения это удобрения, состоящие из органики. То есть это либо перепревший навоз, либо перепревший куриный помед. Ни в коем случае нельзя использовать его свежим, так как это грозит тем, что ваши растения погорят. Также можно делать самостоятельно изготавливать органическое удобрение. То есть видов их много. Какие плюсы, какие минусы этого удобрения? Плюсы в том, что оно как бы всегда под рукой и всегда оно по цене более доступнее, чем другие удобрения. Ну и минусы в том, что вместе с этими удобрениями мы можем занести в нашу землю личинки или яйца каких-то вредителей, которые могут потом поражать наши растения, либо заводиться в земле. То есть это самый главный из минусов таких удобрений, органики. Дальше у нас идут удобрения минеральные, простые. Простые минеральные удобрения это либо когда у вас просто азотное удобрение, мочевина, карбамид, селитра, либо фосфор. То есть это те удобрения, которые работают в одном направлении. Либо наращивание зелени, либо бутонизация. Вы их должны вносить в зависимости от потребности растений. Есть сложные минеральные удобрения. Вот давайте о них поговорим более подробно. Это удобрения, которые идут уже в комплексе. Оно содержит как азот, фосфор, калий. И плюс еще я предпочитаю такие удобрения, в которых входят еще и микроэлементы. То есть эти удобрения будут полноценно питать ваши растения. И эффект после таких подкормок будет явный. Также сейчас уже наука продвинулась вперед. И самое наилучшее из минеральных комплексных удобрений, я считаю, это удобрения в хилатной форме. Микроэлементы находятся в очень доступной для растений формуле, которые очень легко усваиваются. И на листьях уже даже практически не остается ни пятен, ничего. Это ищите удобрения в хилатной форме. Это такие как плантофол, плантатор, плантон. Таких удобрений большое количество. На упаковке всегда написано, что удобрения легко усвояемые и находятся в хилатной форме. То есть выбирайте такие удобрения, потому что они будут питать ваши растения. Даже если кислотность вашей почвы будет немного не соответствовать той, которая нужна для растений. То есть они выравнивают и уровень кислотности, и питают всеми необходимыми веществами, микроэлементами. Я использую именно эти удобрения. А также существует еще одно направление, уже более новая версия. Это удобрения гранулированные, долгого действия. Занимаясь выращиванием профессионально, лучше использовать эти удобрения. При закладке удобрения в горшок, оно будет питать ваши растения на протяжении двух месяцев. То есть вам останется только поливать его. При этом ваши растения будут получать комплекс всех необходимых микроэлементов, также питательных веществ. Это очень удобно. К таким удобрениям относится осмокот. Его очень много разновидностей. Его можно закладывать на разных этапах роста. Оно очень хорошо работает. Также это серия плантон. Только обязательно смотрите. На упаковке должно быть указано удобрение долгого действия. Так как оно есть в растворимой форме. И эти упаковки идут в основном килограммовые. Я пользовалась в том сезоне этим удобрением. Мне оно очень понравилось. Закладку я делала на полтора-два месяца. Потом, конечно, вы просто подсыпаете в ваше растение еще раз сверху эти удобрения. Немножко заглубляете его. И оно работает дальше. Очень удобно. Так как эта серия содержит тоже абсолютно различные виды удобрений. Как для кислых, как для хвойных, для лиственных, для цветущих. Универсальная серия очень хорошая. Единственное, что вот эти гранулированные удобрения долгого действия не закладывайте их в зиму. Они работают только с апреля по сентябрь. Обязательно это учитывайте. Ну и я хотела еще остановиться на таком моменте, когда у вас рассада небольшая. И когда у вас корневая еще слабая. То в этом случае я использую всегда минеральное комплексное удобрение для развития корневой. И только когда растения нарастят уже хорошую корневую массу, тогда я уже делаю закладку удобрениями гранулированными долгого действия. Вы можете посмотреть, чем необходимо поливать маленькие саженцы. Либо растения, которые имеют слабую корневую. Какими препаратами необходимо поливать. Ссылка на это видео здесь. И конечно обязательно кормите ваши растения, так как это 70% успеха в выращивании. Подкормки это одна из самых важных условий хорошего развития ваших саженцев. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok